Первый вопрос от ТА. Роман, вопрос. Не считаете ли вы, что Марат Хуснулина нужно отправить в отставку? Уважаемый ТА, считаю. Я полностью считаю, что нужно этого товарища, конечно, отправить в отставку. Потому что то, что он сначала сделал с Москвой, и то, что теперь делает на федеральном уровне, это иначе кроме как изнасилованием не назовешь. То есть вся эта история с реновацией, по которой у нас вместо... Да, понятно, пятиэтаж, ну там, хрущевки, это не идеальный тип жилья. Там много чего нету, там нет лифтов, там нет нормальной инфраструктуры, но есть сложившийся район. Ну то есть есть застройка малоэтажная, уютная, с деревьями, которые в высоту дома, относительно плотная, да, ну потому что у тебя есть нормы на квадратный метр, и поэтому дома стоят ближе друг к другу, чем если это огромные высотки. Вот, а сейчас вместо этих пятиэтажек, соответственно, будут тридцатиэтажки. И ладно, было бы еще понятно... То есть понятно, схема же реновации какая? Что, мол, ну, это на самом деле понятно, как бы вот давайте немножко назад. Из-за чего появилась реновация? Да, она появилась из-за того, что на самом деле наша страна находится в очень странной ситуации. У нас есть довольно странная и нетипичная форма собственности на жилье. То есть у нас есть собственность на квартиру, а при этом дом находится как бы в коллективной собственности. И получается вот такая вот странная, странная история, в которой... Да, прикол в том, что перед домом есть палисадники, так называемые. И по классике очень часто палисадники как будто бы принадлежат жителям первых этажей. Вот, в частности, у меня такая история, да, то есть я родом и жил всю свою жизнь в городе Пушкино. Вот, и мы там сажались смородину. Ну, вот хрущок, ну, хрущок, да, и мы живем на первом этаже смородину. Ну, это все нормально. Я к чему говорю? Что из-за того, что у нас есть многоквартирные дома, вот, они, ну, не очень понятно было, как их приватизировать и как, собственно, людям раздать эти квартиры. И самое главное потом, да, что когда вот у нас дома приходит в ветхое состояние, что с ними делать? То есть, окей, мы построили дешевое жилье, а дальше так, кто его содержать будет? Кто ответственный за то, чтобы построить новое жилье, когда уже капитальный ремонт не поможет? Нельзя вечно ремонтировать одни и те же дома, это понятно. И вот, допустим, к примеру, когда там в тех же США, да, решали проблему дешевого массового строительства, и там пошли по пути, ну, по пути созданием небольших одноэтажных домов, да, дешевых для одинных семей. Это способ более дорогой, но он что делает? Он, по сути, говорит, вот мы тебе дом построили, а дальше ты сам с ним делай, что хочешь. То есть, вся его, там, у тебя он прохудился, у тебя он старый, твои проблемы, ты это решаешь. А у нас, по сути, получается, что один собственник не может, ну, люди не могут скинуться, снести свой дом и построить новый дом. Это, ну, по капремонту договориться невозможно. Ну вот, и из-за этого всего в свое время придумали программу реновации, которая в теории, в теории, подчеркну, она была неплохой. Она что говорила? Что, мол, сама идея. Мы эти старые дома сносим, конечно, нужно откуда-то взять деньги на новые дома, да, то есть, и что мы делаем? А мы строим дома чуть повыше, чтобы, с одной стороны, заселить тех, кто уже жил, а остальные квартиры продать, и тот, кто застраивает, получил бы прибыль. И вот, ну, как бы, все, вроде, как бы, все довольны. Хотя даже в этой схеме, окей, а что будет через 50 лет? То есть, мы опять сносим, дома прохудились, и нужно строить новый, но еще повыше. То есть, на самом деле, механизм очень плохой в долгосрочном плане. Ну, так вот, и это бы все еще работало, если бы вместо пятиэтажек строили девяти, ну, десяти, ну, двенадцатиэтажки. Ну, то есть, вот что-то, да, что не уродовало бы облик районов и позволяло сохранить существующую планировку. Но вместо этого ставят тридцатиэтажные дома, то есть, там, двадцати пяти, двадцати семи. И с такой плотностью жить в Москве невозможно. Ну, то есть, по сути, дело же в чем? Что площадь, там, Москвы, площадь Москвы не меняется, и те районы, в которых инфраструктура, начиная от сетей, заканчивая школами, больницами, была рассчитана на население одно, да, то есть, на население пятиэтажек, в итоге будет обслуживать население тридцатиэтажек. И, ну, ни к чему хорошему это не приведет. То есть, это приведет к перенаселению, это приведет к тому, что появится конкуренция за даже государственное обеспечение, что в итоге они либо будут переполнены, либо, ну, люди будут просто в частные отдавать. То есть, это приведет, по сути, к тому, что все эти услуги станут платными. Вот, хотите вы или нет, потому что до них возникнет конкуренция. Это приведет к коллапсу всей инфраструктуры района, то есть, это мы же берем не только, допустим, парковки, не только дороги, но и школы, и детские сады. Так я об этом и говорю. Ну, то есть, как вы собираетесь, вам что нужно теперь, десятиэтажные детские сады строить или как, да? Только никто чуть не строит, потому что это невыгодно. Ну, не будут девелоперы этим заниматься. И вот, как бы, отношение к Хуснульну, вот как я к нему отношусь. То есть, по сути, лет через пять, когда эта программа завершится. А ведь, друзья, пятиэтажки, это только первый шаг. Следующие, это девятиэтажные дома, которыми, кстати, застроено все Чертаново. Вот, это дома 70-х годов, это идеологические наследники хрущевок. Они тоже в плохом состоянии, их тоже строили в свое время, как такое временное жилье. Ну, что, если в пятиэтажках строили тридцатиэтажные дома, то, видимо, вместо девятиэтажек будут там пятидесятиэтажные дома строить. И все эти районы, которые вот сейчас вот так будут населены плотно, они все рано или поздно превратятся в гетто. Вот в чем проблема. То есть, если до этого ты имел недвижимость в нормальном районе, то дальше, да, тебе меняют, может быть, дальше даже на большую площадь и все такое. То есть, чуть-чуть даже с вами делится этой прибылью. Но долгосрочно это превратит ваш район в гетто. И за это, конечно, нельзя хорошо относиться к Уснулину, да, за такую реализацию программы. Именно он ее, ну, как бы основной автор. И дальше сейчас будет распространять на всю Россию. То есть, у нас, если сейчас Москву они превратят в человейник огромный, дальше все города-миллионники тоже будут человейниками. То есть, ты приезжаешь, а у тебя там опять тридцатиэтажные дома в Екатеринбурге или там Омске. Ну, как бы нельзя так, это неправильно. Альтернативой является, ну, к примеру, да, малоэтажное строительство. Альтернативой является дезурбанизация, является создание экономических стимулов для, собственно, непереезда в Москву или там создания транспортной сети, чтобы селить людей дальше и создание новых центров, да, в той же самой Москве, чтобы лучше людей транспортировать, и не нужно было бы их всех загонять в центр. Ну, а второе, конечно, опять же, вот я не удивлен, что у нас стройка, вот эта так называемая партия стройки, она всегда соседствует с партией завоза-мигрантов. Вот, и поэтому ухуснули, но он главный лоббист завоза-мигрантов России. Вот он недавно сказал, что нужно до 5 миллионов человек. Да, и вот, ну, как бы, не можем. Это второе число, может быть, еще побольше. Да, давайте, как бы, может быть, 140 миллионов. Но ты же коммунист, может быть, 10 миллионов, может быть, 20 миллионов. И, ну, это все почему происходит, да, то есть, это происходит не потому, что там сразу начинаются в этот момент аргументы, да никто на стройку работать не пойдет. Ну, как же, это же, видимо, русские люди, они исторически строить не умеют, да, вот. Не знаю, рука отваливается, мастерок взять. Но это, конечно, полный бред. За нормальную зарплату пойдут, пойдут люди на стройку. И из Рязани пойдут, и из Москвы пойдут, и из Московской области пойдут. Но просто, когда вам придется обеспечивать нормальные условия труда на стройках, и не получится бесправных мигрантов держать в подвале, и, скажем так, с них иметь коррупционную ренту до 50%, то, конечно, ваша стройка внезапно окажется дороже. И не просто дороже, а, значит, воровать не получится, воровать придется меньше, а это же как, все в карман залезать. Вот, и дальше придется либо заниматься оптимизацией расходов, соответственно, автоматизировать все это, либо платить больше зарплаты людям, если они не идут на такие небольшие зарплаты, хотя там нормальные сейчас зарплаты. Вот, и, ну, это, естественно, никто делать не собирается, и поэтому все выбирают, какой путь. Мы вот, как бы, сегодня это сделаем, а завтра хоть трава не расти. И поэтому, с точки зрения выгоды полугодовой, конечно, давайте больше мигрантов. 5 миллионов, 10 миллионов мигрантов. Вот, а если смотреть на развитие страны хотя бы, там, в периоде год, два, три, пять, то, ну, это абсолютно провальное решение, там, даже 10, 15 и 20. Потому что помимо чисто экономических экстернальных, есть еще, там, экстернальные культурные. Ну, к примеру, хотя бы потому что всех мигрантов нужно будет обучать, да, их нужно будет интегрировать. Это тоже некий расход, который вот эта партия стройки перекладывает на всех остальных, да. То есть, мы говорим, а вот давайте, как бы, вот этот господин заплатит за весь банкет. И именно поэтому нашей стране нужны национальные элиты. То есть, элиты, которые укоренены здесь. У которых дети будут здесь, внуки будут здесь, у которых здесь бизнес, у которых здесь, ну, вот, все, да. И которые думают не на год вперед, а хотя бы на 10. Хотя бы на 10. У всех этих товарищей, вот, включая этого господина, конечно же, интересы лежат далеко за пределами многонациональной Российской Федерации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!